Наши эксперименты с подсушенной или dry-age рыбой продолжаются. Как я вам рассказал, dry-age – это какой-то повар забыл в холодильнике кусочки мяса. Через месяц он проснулся, достал его, обрезал, порубил клиентам. Клиент сказал, что он хотел им подсунуть. Мне кажется, все начиналось с этого. Сейчас dry-age мясо стоит бешеных денег и люди перешли на рыбу. И вот это у нас угольная или сейблфиш, он же самый, подсушенный. Видите, с кожи аккуратненько снята вся чешуя, процесс был хороший. Он провисел, по-моему, 12 дней. И сейчас мы его попробуем. Отсюда вышла часть воды где-то 10-15%. Видите, он стал такой лоснящийся. То есть, он перестал быть как желешечко. Ну, мясо стало более упругое, плотное. И смотри, как будет профессионал себе пальца. Не надо. Не надо. Пальцы не надо. Тут косточки еще есть немножко. Мы их попытаемся... У меня самый главный вопрос. Вот 12 дней она провисела в каком-то волшебном шкафу. И после доставания из шкафа сколько у нее срок годности? Как ее хранить? Не знаю. Хранить ее надо в желудке. Можно в холодильнике. Хорошо. В холодильнике сколько она может храниться? Ну, я бы так вот 7-10 дней она хранится. Вот она провисела неохлажденная практически 2 недели. Запах у нее абсолютно свежий. То есть, ты хочешь сказать, что ее не замораживали, не после, не перед, не за? Нет. Она супер свежая. Это делается только из свежей рыбы. Замороженная рыба, она меняет структуру и она по-другому себя ведет в этой подсушке. А свежая рыба, она вот именно начинает плавномерно отдавать влагу. А, то есть, со всей поверхности, из глубины и снаружи. Да, да, да. И начинает как бы чуть-чуть подвяливаться. Режь, давай режь. Я уже порезал. Это вот сейчас я попробую. Нет, нет. Сегодня попробую первый я. Ну, давай, покай. Чуть-чуть. Так. Вот японские повара Сиэтла сошли с ума вот за этой рыбу уже. Ну, помукаешь что ли? Ты еще жив? Нет, по твоему лицу не видно, что ты доволен. У нас шляп угольную, ее суши, если она не подсушенная, ее не подают суши или сашими. Почему? А ты снимай, снимай. Я еще не завтракал. Ну, я поняла. Я уже считаю. Это уже второй кусок. Так почему ее не дают, не подсушенная? Ну, не знаю почему, но традиционно японцы ее маринуют и потом переподносят к столу. А это мне. Это мне. Это мне. Это последний, да? Да, я вижу. Это последний. Да. Да. Пусть им будет хуже. Да, но пусть она не достанется никому. Но она великолепно подходит к суши с сашими и есть ее можно прямо резать соус-соус и все, но мы ее еще и приготовим. Хорошо. Вот лампочка сделала все. И теперь послушаем мнение нашего заслуженного дегутатора Российской Федерации и местных рынков. Ты негодяй, ты себе нарезал три куска, у меня здесь еле-еле два. Я тебе всю рыбу порежу, если будешь есть. Сейчас проверим. Сначала без них кто? Как хочешь. Не, мне не нравится. Не нравится? Она жирная, как кусок масла. Не, на самом деле она очень жирная. Сейчас мы ее обмакнем и проверим. Ну, это практически похоже на ту рыбу, про которую ты рассказывала, когда ты ела в геленджике и сильно отравилась. Нет. Угу. Угу. Вот так. Вот так идеально. Без соли она для меня жирновата. А вот так жадина, говядина, соленый огурец. А я себе отрежу маленький кусочек. Ну, действия наши говорят за себя. Негодяй. Она очень вкусная. Ребята, она вкусная. Я вас всех обманула. Но жирная. Жирная, конечно. Очень вкусно. Очень. Так, сейчас мы эту рыбу разделаем на две части. Одну часть мы возьмем за питьем. Попробую запечь со специями. С волшебными? С секретными. С секретными, волшебными, никому не покажем. Будем баночку специально держать вверх ногами. Смотри, какая она упругая стала. Ну да, она на холодец перестала. Да. Не, очень красиво выглядит. Очень. Так. А если одну мы запечем половинку, вторую что мы сделаем? А со второй мы попробуем сделать рыбные пирожки. Сашпинатор, как ты мечтала? Как ты мечтала? Мечты сбываются. Да. А тогда вторую часть, вот которую ты сейчас снимаешь, надо порезать такими клубиками сантиметр на сантиметр. Можешь? Попробуем? Надо, говорит, не попробуем, а да, сделаю, шеф. Есть, шеф. Как? Сделай, смелай. А шкурку мы тоже сделаем чипсы, как в прошлый раз. Это были безумно вкусные чипсы, если вы за нами следите, очень рекомендую посмотреть это видео. Кстати, ее можно просыпать вот этим новым секретным ингредиентом, а? Да. И вообще, чипсы получились в прошлый раз фееричные. Найдите это видео и обязательно его посмотрите. Это было очень вкусно. Как шкура змеи. Тогда надо делать туфли. Кубиками, да? Да. Такими? Отлично. Это полосочки, тычу кусочками, поперек теперь. Не два ножа, я же ниндзя. Ниндзя. Точно не ниндзя. Многовато. Камфу. Панда. Камфу ниндзя. Или камфу, это тоже вид спорта. Да, кто больше съест, наверное. Отличный спорт. Снимай меня, как Леня Безрогова. Давай, давай, снимай. Мы сейчас забацаем угольное филе. И сделается она очень просто. Так. Это то самое волшебное филе, которое немножечко подвяленое. Да, это подвяленое филе, которое мы будем сегодня готовить. Соль. Подуши я сегодня все пересаливаю. Не надо. И мы возьмем еще кожу. Кожу. Это не кожа, это чипсы, будущие. Будущие чипсы. Польем их немножко этим. Чуть-чуть подколим. И посыпем перчиком своим. Каенский перец оказался открытием просто столетия. Нового года я бы сказал. Записывайтесь на мои платные курсы кулинаров. Очень по уверенной цене. Сегодня под Новый год. Под Рождество. Подожди, до Нового года еще есть время. На Новый год. Ну, пока если они дойдут до этого видео, будет уже Новый год. 2030. Ух ты. Ты думаешь, они нас так редко смотрят? Да. Я не буду говорить сколько, потому что инфляция съест все остальное. И вот у нас получилось. И еще у меня есть одна фенька. Так. Какая фенька? Так. Это что? Чьи? Угольные. Это то, что осталось. Я думал из них сделать суп. Зубчик. Потом. подумал, а что если их так же с парчиком запечь, а потом смаковать? Они потухнут. И потому. Хочешь с пивком, хочешь с пиксиковой. Нет. Победикола это зло. И пиво не очень, конечно. За зло наоборот. Аааа. Спасать мир от зла? Да. А саму рыбу ты не будешь перчить перцем острым? Будешь острым перцем? Именно этим перцем еще его перчить. А какие-то травки ей будешь добавлять? Она сама как трава. Она сама как наркотик. Попробовал раз. И подсел на иглу. Ой. Рыбную, надеюсь? Да. На рыбу иглу? Или на black coat? На подсушенную рыбу. Ой. Аж страшно. Так, чтобы из зала подсушивают рыбу только в двух местах в Америке. Так, 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 так. А чего вам подробнее? Волосажились и в Сиэтле. Так как мы здесь, то едим ту, которую сушат в Сиэтле? Да. Договорились? Поехали. В духовку. Отправляем в духовку? Угу. Итак, блюдо года. На закуску рыбные чипсы. Так. В пивку. Рыбные кости. Рыбные кости смаковать. А для любимых? На любимых, на основное блюдо. Доставай. Ой, доставай. Убирай. Убирай. До встречи. И пока наша рыба запекается, мы сделаем феерическую начинку для пирожков. Мы взяли немножко шпината, мы взяли немножко лука, все это дело спассировали и положили туда нашу фантастическую рыбу. Но все же, ты нам, конечно, расскажешь рецепт теста. Тесто, это секретная информация. И вот наша рыба готова. Вуаля. Смотри, как она шкварчит. Это, наверное, самая вкусная рыба. А вот эта шкварочка из шкурки, это самая вкусная чипс, который я когда-нибудь ела в своем производстве. Я пошел за пивом. За пивом. За пивом. За пивом. Ца-цак. Смотри, вот это да. Вот это она. Именно она. Рыбка получилась шкварчащая. Пробуй. И помажем, и покажем, а покушать не дадим. Ты жадничаешь? Нет. Ты пробуй. Я не жадничаю. Я просто пробую. Ах, какой цимус. Ха-ха-ха. Ты поплямкаешь. Вот, вот. Да, да, да. Чего-то надо добавить. Нет, вы, если никогда не ели угольную рыбу, ваша жизнь пролетела, как скоростной пояс мимо перона. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, ты прав. Я как раз не позавтракал, очень вкусно. Приятного аппетита и вам рекомендуем. Это попробовать. И еще раз за вас, за себя, хорошего. Ах, как вкусно. А, это звук. А, это звук. Ну, смотри. Колотки мы делали, да? Колотки мы уже наделали. Сейчас мы наши колотки... И вот эту массовую непонятную... Это не непонятно. Это вкуснейшая, невероятнейшая начинка из black coat, шпината, это самое, и лука. И сейчас мы нашли в холодильнике нечаянно каперсы. И мы сейчас добавили... Друзья, и смотрите в описании. Там не будет секретного рецепта теста. Теста. Не будет. Секретный рецепт теста. Вам надо пересмотреть все-все-все наши видео. И в одном из них он есть. Я накормлю Аню ядовитой рыбой и буду за противоядие ей продам жизнь. Ломать руки и требовать рецепт теста. Повару на кухне нужны весы. Я без весов жить не могу. Ты понимаешь, для меня каждый кусочек должен быть одного веса. Начинка в каждом пирожке должна быть одного веса. Иначе один потом откусит и скажет, начинки много. Второй скажет, у соседа много, у меня мало. А я тогда скажу, а я все делала через весы. Вот я сейчас добавлю... Я думала, весы не взвешиваются. Нет. Ты знаешь, придется слишком мелко тебя порубить. До и после пирожков. А вот мы сейчас так оп, оп. И быренько накидаем нашу начинку на тесто. Раз. А вы любите рыбные пирожки? Да. Я очень люблю рыбные пирожки. Со скумбрией. Со скумбрией не пробовала, кстати. Я обычно делала сырные. В свое время моя бабушка делала пирожки с консервированной горбушей. Ух ты! Никогда не делала. Пироги. Вкусно? Ну, горбуша была другая, консервированная. Я туда не хочу. Угу. У тебя в начинке будет пирожков мало. Чего мало? В начинке будет хорошо. Теста мало ты не суди? Да. Я не жадничаю. Могу забрать. Хорошо. Давай без весов. У нас тебе нравится больше на глаз. Давай без весов. Будем... Ты командуй, в какой пирожок сколько класть. Куда докладывать, а куда не докладывать больше. Потому что... Тебе виднее... С той стороны экрана виднее. Сразу видно маскило, да? По пирожкам. Почему? Криво кладешь? Нет. А мне потом бы не склеилось. Ага. Ты знаешь, я думала наши начинки не хватит даже на это количество пирожков. Сейчас нам придется докатывать все тесто. Потому что ничего-то у нас не много. А пирожков здесь мало? Главное, чтобы было кому их есть. Потому что обычно пирожки едятся, значит, первые пять минут после духовки. А потом они никому не нужны. А ты на пальце не пьешь, чтобы скило? Конечно, плюю. У меня собака обычно облизывает. А, понятно. А я так раз так поставил руку, опускаю и она... Слушай, посмотри, работает профессионал. Как большой вариант получился. И сейчас в этом большом варианте будет красивый пирожок. Ап-ап. И вот тебе красивый пирожок. Ап-ап. Слушай. Вот вам секрет ее молодости. Большое количество пирожков. Наши секрет молодости. Ты начал куда-то со стол собирать и обратно. Классно. Ты первый раз видишь, как я пирожки леплю? Увожу. Полно увожу. У меня бы... Я с пластилина с удовольствием... Ну, значит, пирожки у тебя вообще должны получаться. Замечательно. Все, кто работал хорошо с пластилином, у них получаются идеальные пирожки. А завтра я их поменяю на пирожки с капустой. С капустой. С капустой. Почему завтра? Ну, и сегодня до момента ела. Что, тебе становится срочно могу пустить? Да? Конечно. Да, вот так вот и так. Что? Чтобы наши рыбки нам улыбались ярче и были красивые, мы их с вами смажем льезоном. Это у нас сбитое яичко с молочком. Можно смыть его с водичкой. Но я вот люблю больше всего целое яичко. Или яичко. Или яичко. Или яичко. Или яичко. Или яичко. Или яичко. Естественно. Естественно. Они у нас будут блестящие. А я повар. Для яичко фашистов. Ты учила в школе французский? Конечно. Я учила в школе английский. Но, видимо, я его очень плохо учила, поэтому я говорю по-французски. А по-английски вот пока никак. Ну вот. Наши пирожки еще не совсем расстоялись. Мы сегодня торопимся и безумно голодные. Поэтому наши пирожки вам будут улыбаться и совсем расстоявшие все. Пока. А эта рыба в бою потеряла глаз. Нажимаем волшебство. Убираем наши волшебные пирожки, надеюсь. В духовку. И ждем ровно 20 минут. Творим волшебство. Точнее проверяем, сотворилось ли оно. Ух ты, какие мышки. Это рыбки. Это крыски тогда уж. Красиво. Сейчас мы их выложим на красивую беленькую тарелочку и вскроем. Будет рыба потрошенная с головой. Прямо что показало наше вскрытие. Смотрите как она вам улыбается. Улыбаемся. Рыбка, тесто, шпинат и запах. Ну что? Пахнет вкусно. Ну подожди, давай не будем глотать как пеликану, подождем когда она остынет. Уже остыла? Да. А вы готовьте с нами, готовьте сами. Мы вам потом напишем в комментариях, когда было очень вкусно. Пока-пока.